Электродуговая сварка Привет, меня зовут Стив Блайл, и я сварщик. От производства и до ремонта, от ремонта и до производства. Дуговая сварка наиболее общий и универсальный метод соединения металла. Это SMAW дуговая сварка металла в защитной среде. Электрический ток от сварочного источника образует дугу между основным металлом и расходуемым электродом. Сварочный электрод. На электроде горит обмазка, которая выделяет газ, защищающую область контакта от контакта с кислородом. Окружающий газ пригорает и плавит металл. При этом металл с электрода переносится в сварочную ванну. Когда вы будете учиться сварке, или что-то чинить первым шагом, будет научиться хорошо вести сварочный шов. Перед тем, как начнем сжечь электроды, мы узнаем о применяемом оборудовании. Начнем со сварочного аппарата. Работа сварочного аппарата проста. Обеспечить большой регулируемый ток, идущий к электроду. Независимо от его размера или его формы, аппарат дает переменный или постоянный ток на электрод. Этот небольшой аппарат дает оба вида тока. Главная особенность аппарата переменного тока – простота. Простой трансформатор дает больший ток за те же деньги, этот выдает 225 ампер на переменном и только 150 ампер на постоянном токе. Если рассмотреть переменный ток, то мы увидим, что электроны движутся туда и обратно. Направление тока меняется и при переходе тока через ноль. Дуга рвется, поэтому электроды должны быть с покрытием, которые будут стабилизировать дугу через пропуски тока. Поэтому, если вы используете аппарат переменного тока, вы должны использовать электроды для переменки. Профессиональные сварщики используют постоянный ток. Мы используем 250 ампер аппарата постоянного тока. Постоянный ток дает поток электронов одного направления. Полярность определяет направление движения потока электронов и зависит от того, как подключены провода к положительной и отрицательной клемме. На сварочном аппарате они дают возможность выбрать полярность. Обратная полярность. Плюс на электроде, минус на клемме – земля. Известно, что ток идет от отрицательного к положительному контакту. Поэтому электроны движутся от металла на электрод. Это приводит к сильному нагреву конца электрода. Для обычной сварки используется плюс на электроде. ДСЕП с электродом позитивным. ДСЕМ, где ДС минус – это прямая полярность, минус на электроде, плюс на клемме – земля. Ток идет от электрода к металлу. Электрод холодный, а металл горячий. Это используется в специальных электродах для скоростной сварки листового металла. Когда вы начнете варить, скорее всего, это будет аппарат, который стоит перед вами. Он подходит для основных работ. Вы смело можете им сваривать. Запомните, что разные аппараты варят по-разному. Не существует двух абсолютно одинаковых машин. Поэтому при обучении старайтесь использовать только один аппарат. Насколько это возможно. Итак, также важны изолированные медные провода. Есть четвертого размера, третьего, второго и одной десятой. Чем больше номер, тем меньше сечение. Размер имеет значение в том случае, когда вы знаете, какой электрод вам нужен и как долго с ним будете работать. В таблице даны основные номиналы. На конце основного провода ставится быстросъемный зажим. К нему присоединяется 4-метровый провод тип 4 с держаком. Это называется плетка. Он более гибкий и с ним проще работать. Это держатель электродов на 200 ампер. Есть и крупнее, на 250 ампер или 300 ампер. Но они используются для толстых электродов и больших токов. Для обычного применения 200 ампер удобнее. Я называю его пассатижи. Есть другой вид держателя. В него вставляется электрод и поворачивается ручка. Если нужен электрод под различными углами, вы можете просто согнуть его у основания. Также нужна клемма земли. Также используется с быстросъемным зажимом крокодил. Яркость дуги очень высокая. Вам нужен светофильтр для того, чтобы увидеть расплавленную ванну. И для того, чтобы защищать глаза от ожога. Они бывают с номерами от 8 до 14. Меньше цифры, светлее фильтр. Люди по-разному чувствительны к свету. Фильтр 8, С2, светловат. В производстве рекомендуется десятка, С4. Я использую девятку, С3. Фильтр должен защищать глаза. Но вы должны ясно видеть сварочную ванну. Если вы используете толстые электроды и большие токи, то вы должны применять фильтры с большим номером. Фильтры достаточно хрупкие. Чтобы защитить фильтры от искры или царапин, используйте защитные пластиковые стекла спереди и сзади. При сборке маски используйте уплотнитель и клипсу. После установки фильтра, посмотрите на свет, убедитесь, что нет зазоров. Когда начнете варить, проверьте снова. Если есть засветка, вы гарантированно получите ожог сетчатки, то есть зайчика. Заменяйте защитное стекло, когда оно замаралось или поцарапалось. Чистота стекла это очень важно для четкого видения сварочной ванны. Последнее, что нам надо, сварочный электрод. Давайте посмотрим на электроды общего значения. Углероды для углеродистой стали. Наиболее применяемые это Е6010, Е6011, Е6013 и Е7018. Номера написаны на электродах. Эти номера обозначают их характеристики. Так что давайте посмотрим на Е6010. Е значит электрод для ручной дуговой сварки. 60 это значит усилие разрыва, 42 кг на миллиметр. В зависимости от условий сварки, но оно будет примерно таким. 70 дают усилие разрывами 49 кг на миллиметр. Итак, первые две цифры обозначают прочность на разрыв. Это прочность, чтобы разорвать шов на части. Третья цифра – пространственное положение. Цифра 1 означает, что ванна затвердеет достаточно быстро. А электрод может использоваться в любом положении. В нижнем, вертикальном, горизонтальном и даже потолочном. Цифра 2 и 24 обозначают, что ванна жидкая может использоваться только в нижнем положении. Или для положения, которая более или менее горизонтальная. Две последние цифры, числа, вместе, например, десятка, обозначают материал обмазки. Он делает возможным весь процесс сварки. Сгорая, обмазка создает защитный газ и очищает ванну. При этом, вытесняя кислород воздуха, удерживая его от соединения с расплавленным металлом, не давая образоваться пором. А также стабилизирует зубу и поддерживает чистоту расплавленного металла. Когда металл остывает, образуется шлак, обеспечивает дополнительную защиту металла от воздуха. Это номера электродов для общего применения. Вы можете найти другие, которые дают похожий результат. В основном, электроды образуют две группы. Это быстро застывающие тонкая обмазка и заполняющие, то есть качественные. Быстро остывающие электроды, тонкая обмазка и яркая дуга дают глубокий провар, мало шлака, делают сварочную ванну ясно видимой. Сварочная ванна застывает относительно быстро, давая при этом волнистый шов и заполняющие качественные электроды, такие как Е6013, Е7018 и Е7024. Неяркая дуга, много шлака, провар неглубокий. Толстая обмазка дает более жидкую, сварочную ванну и гладкий шов в итоге. Как использовать электроды? Эй-Эс – переменка, Ди-Си – постоянка. Горячая дуга этого электрода может использоваться для прожига краски. Это удобно для ремонта. Делает металл чистым, а также этот электрод первого прохода – сварка корня шва. Он глубоко проникает, заливает зазор и дает качественные соединения. 7018 для заполнения просто идеален. 6013 для производительного сваривания листового металла на прямой полярности электрода. Также подходят для переменки и обратной полярности. Это электроды общего назначения MP3HO12. В них есть добавки для стабилизации дуги. Они самые простые в применении. И дают гладкий шов. 7018 – электрод с низким содержанием водорода и порошком металла в обмазке. Для обратной полярности, хотя могут быть для переменного тока, дает наиболее высококачественный шов. Используется при большой нагрузке на шов. Используется для сварки качественных углеродистых сталей, таких как СТ-45. Низкое содержание водорода предотвращает хрупкость. Во время расширения и сжатия металла, порошок металла дает большой перенос металла в ванну, большой коэффициент наплавки. Больше пристаточного металла, быстрее сварка. 7018 дает чистый шов, но требует чистого металла и хорошей подготовки соединения. 7024 широко использовался в производстве, до появления полуавтоматов. Много флюса дает очень гладкий шов. Этот электрод требует чистого металла и большего тока сварки. 7024 работает на обратной полярности и переменке. Два означает использовать только в нижнем положении. 6010, 6011, 6013 и 7018 – обычные электроды. И доступны везде. Есть другие доступные электроды. Более прочные, с различной обмазкой. В основном для специального применения. Каждый из типов электродов имеет свои особенности. Но есть некоторые базовые принципы для сварки. Начнем с быстро остывающих. Потому что меньше шлака, лучше видна сварочная ванна. Быстро остывающие 6010, 6011 или подобные для них используются одинаковой техники. 6010 на обратной полярности застывает быстрее. 6011 на обратной или переменке. Их немного проще использовать. Потому что из-за добавок в обмазки они дают более стабильную дугу. Начнем наблюдать сварку. Попытайтесь описать то, что надо увидеть. После чирканья электродом для поджига, конец электрода находится в 3 миллиметрах от поверхности. Это создает зазор для дуги. Оттуда идет яркий свет. Когда свариваете, не надо смотреть на свет. Смотрите дальше дымящихся искр. Фокусируйтесь на расплавленной ванне за электродом. Сварка – это практика. Это нетрудно. Шаг за шагом. Сначала обратите внимание на то, все ли готово для сварки. В любой момент, как только электрод коснется металла, появится дуга. Вам должно быть удобно. Электрод сгорает не сразу. Поэтому расслабьтесь. Возьмите держак обеими руками. И опопритесь на стол настолько устойчиво, насколько это возможно. Когда все готово, опустите щиток или настройте зажим маски так, чтобы он по кивку головы опускался сам. Зажигать дугу надо так, как зажигают спичку. Чиркайте электродом по металлу. И введите конец на начало шва. При чиркании начнет плавиться обмазка, которая очищает ванну. Чтобы избежать следов, чиркайте в направлении, куда будете варить. Обычно я беру держак, чтобы рычаг был под большим пальцем. Чтобы извлечь электрод, возьмите его левой рукой, нажмите рычаг и достаньте электрод. Если электрод залип, то, скорее всего, обмазка на кончике была повреждена. Чиркните, чтобы сжечь конец электрода, до того, как начнете заполнять ванну. Когда дуга загорелась, начинайте формировать ванну. Нужно некоторое время, чтобы прогреть основной металл. По времени это занимает 2-3 маленьких оборота. Дальше, во время сварки, основной металл прогревается и ванна расходится. Сначала ванна маленькая, сделайте так, чтобы ванна была достаточно широкой и не меняла форму. Во время сварки, держите электрод над металлом. Это называется дуговой промежуток. Контролировать этот зазор, первое и, наверное, самое важное, чему надо научиться. Во время продвижения по шву, электрод расходуется, поэтому его надо опускать. Все время вам надо удерживать постоянный зазор между концом электрода и основным металлом. Если зазор слишком маленький, то нет времени на прогрев основного металла. Шов будет выпуклый, не с плавлением по краям. Если зазор слишком большой, дуга начнет скакать. Будет плохой провар, и тяжело управлять укладкой наплавляемого металла. Постоянный зазор нормальной величины – первый шаг к управлению сварочной ванной и формированием нормального шва с хорошим проваром. Чем лучше вы управляете длиной дуги, тем лучше вы будете варить. Когда дуга проходит через зазор, она плавит основной металл и формирует сварочную ванну. Также она переносит металл с электрода в ванну. Это шов электродом 6010, который быстро двигали. Линия ванны находится ниже поверхности основного металла. Интенсивная дуга 6010 и 6011 проникает глубоко в основной металл, отталкивает ванну назад и формирует шов. Когда варите, смотрите по сторонам шва. Шов должен быть на уровне металла. Для формирования шва обычно используются круговые или зигзагообразные движения. При круговых движениях, двигаясь вбок, смотрите туда. Поперек смотрите наверх мостика, граница ванны и шлака. Потом на другую сторону. И просто распределяйте ванну по кругу. Зигзагообразное движение стороны в сторону делает похожий шов. Смотрите с одной стороны, наверх ванны и с другого края, каждый раз, когда вы меняете направление. Нужно помнить, что расправленная ванна следует за теплом, когда вы движете ванну поперек. Заполняющий металл с электрода движется позади. Если металла вокруг недостаточно, вы оставляете подрезы. Подрез это пустое место, канавка на краю шва, ниже уровня металла. Вы можете избежать этого, контролируя внешние границы, наблюдая за ванной и утоньшая ее поверхности. Сила дуги на конце электрода может быть использована для манипуляции ванной. Наклоняя электрод, мы как бы толкаем ванну, а не тянем. В целом, чем вертикальнее мы держим электрод, тем менее выпуклым будет шов. Чем больше мы его наклоняем, тем выпуклее будет шов. Когда электрод стоит вертикально, все тепло концентрируется под электродом, сила дуги давит на ванну вниз. Это приводит к глубокому проплавлению и распространяет ванну вокруг. Если наклонить электрод, сила дуги направлена назад, и шов начинает подниматься, всплывать. Если наклон слишком велик, дуга будет давить в направлении шва, делая ванну плохо управляемой. Бывают ситуации, когда надо варить плоский шов, а бывают, когда нужно отталкивать ванну назад. Поэтому используются разные углы наклона электрода. Вначале мы начинаем с угла между 45 и 90 градусами. Он удобнее. Сварочная ванна хорошо видна и нормально варится. Диаметр электрода определяется диаметром стержня. Общие размеры это 3,9 мм, 3,2 мм и 2,8 мм. В основных сварочных таблицах приводится диаметр электрода, толщина металла и рекомендуемая величина тока для максимальной производительности. Часто, не учитывая возможности сварщика или специфику ситуации, можно применять электрод меньшего диаметра для лучшего контроля. Но сварка займет больше времени. Это обычный 60-10 электрод наиболее часто используемого диаметра. Производители рекомендуют установки тока от 75 до 130 ампер. Это значит, электрод будет работать примерно в диапазоне 55 ампер. Точные установки тока могут отличаться и зависят от толщины металла, положения сварщика и его квалификации. Задача сварочного процесса – прогреть основной металл до расплавления, формируя сварочную ванну. Если ток мал, то основной металл будет не прогрет, и сварочная ванна будет бежать за электродом. Если же тока много, то основной металл будет слишком горячий. Дуга будет проникать вглубь и будет отталкивать металл назад. Когда ток нормальный, ванна растекается и внешние края, тонкие, мы можем расширять. Можем двигать ее движением электрода. В зависимости от сварочной ситуации, установки тока могут меняться. Толстый металл рассеивает тепло, поэтому нужен будет больший ток. Тонкий металл расплавляется быстро, поэтому надо меньше тока. Точные установки тока зависят от поведения ванны. Начнем сначала с установок рекомендованных производителям. И не бойтесь увеличить ток или уменьшить его. Сварка зависит от температуры основного металла, поэтому мы не можем говорить о токе без учета скорости сварки. Двигаем электрод быстрее, меньше тепла поступает в основной металл, поэтому он будет холоднее. Если двигаемся медленнее, тепла поступает больше, основной металл будет горячее. Если двигать электрод слишком быстро, металл не будет прогрет. Шов будет наверху без проплавления. Если двигаться медленно, то металл слишком сильно прогревается, и ванна начинает расплываться, и становится трудноуправляемой. Когда скорость перемещения соответствует току, ванна растекается, но остается управляемой. Края тонкие, и шов одинаковой толщины. Когда вы научитесь управлять электродом, вы можете поставить чуть больший ток и увеличить скорость сварки. Больший ток обеспечивает лучшее проплавление и более гладкий шов в итоге. Но труднее контролировать ванну. При окончании шва надо наплавить чуть больше металла перед тем, как убрать электрод, чтобы избежать кратера от всплеска нижних слоев металла. Сделайте один-два круга и чиркните назад по шву. Разные электроды выглядят по-разному. Это основы. Чиркните электродом для получения дуги. Разведите ванну до требуемой ширины, чтобы шов был одинаковой ширины. Удерживайте постоянный зазор дуги. Ток должен быть достаточен для того, чтобы ванна растекалась. Расширяйте ее. Используя давление дуги, следите за краями и на формирующийся шов. Добавьте наплавляемого металла перед остановкой. Вот коротко об основах. Для 6010 в нижнем положении используйте круговые движения. Используйте их для получения шва. Смотрите на ванну, а не на дугу. Удерживайте размер ванны для гладкого шва. Зигзагное движение дает похожий шов. Следите за границами, чтобы ванна была полной. Двигайте ванну вперед и назад. Благодаря мощной дуге и малому количеству шлака, мы можем использовать раскачку или движение по шагам. Для этих движений хорошо подходит быстро остывающий электрод. Электрод оттягивается назад так, что дуга выходит из ванны. Потом расплавленный металл отталкивается назад с волнообразным движением. Обязательно смотрите по сторонам и на шов, когда толкаете ванну. Этот тип электрода можно использовать для глубокого проплавления, погружая кончик во время прямого хода электрода и заполняя зазор. На тонком металле нам не нужен глубокий провар. Мы можем расплавить, затем длинной дугой охладить и плавить снова. Чем тоньше металл, тем быстрее надо двигаться. Это можно использовать для заполнения зазора в плохо подогнанных соединениях. Двигайте электрод вглубь зазора, потом отводите, чтобы остудить ванну. Заполняем шов и охлаждаем снова. Движение шагами очень важно. Оно используется для заполнения вторым проходом. Это была сварка в нижнем положении. Для вертикального И-60-10 вы можете сваривать снизу вверх и сверху вниз. Сверху вниз проще, но меньше проплавления, потому что тепло поднимается. Вы уходите от нагретого металла, поэтому надо использовать немного больший ток. Следите за границами шва. Используйте круговые, зигзаг или шаговые движения. Держите электрод кончиком вверх, чтобы давление дуги толкало ванну вверх. При круговых движениях четко удерживайте зазор и расширяйте ванну вокруг. Надо держаться впереди ванны. Если ванна захочет упасть вниз, пытайтесь двигаться быстрее и ставьте немного больший ток сварки. Если вы варите снизу вверх, то движетесь в горячую область, поэтому ток должен быть меньше. Наклоном электрода добивайтесь, чтобы давление дуги удерживало ванну. Дуга, проникая в основной металл, делает подрезы вокруг. Поэтому делайте круговые движения для расширения ванны. Смотрите на шов под электродом. Если основной металл будет слишком горячим, ванна может выпасть или вы прожьете дырку в металле. Подбирайте ток и скорость движения, чтобы вы могли удержать ванну, как она появляется. Горизонтальный шов идет поперек вертикальной плоскости. Нужно наклонить электрод, чтобы толкать ванну вверх. Держите его перпендикулярно шву или немного на шов. Если держать электрод слишком наклоненным, давление дуги вытолкнет ванну. Используя круговые движения и постоянный зазор дуги, расширяйте ванну. Каждый раз, когда вы опускаете электрод, расплавленный металл ванны следует за теплом. Толкайте ванну вверх и смотрите по обе стороны шва. Если ванна ушла вниз, попробуйте двигаться быстрее, делая основной металл более холодным. Можно делать перекрытие. Прямое движение вверх и вниз. Перекрытие это сварочный термин, он немного неуклюжий. Надо найти более удобное положение, чтобы вы могли устойчиво удержать электрод. В сварочном щитке есть несколько установок, поэтому подгоните его так, как будет вам удобно. Верите вы или нет, но сварочная ванна не выпадет, если вы не выдавите ее давлением дуги. Жидкий металл хочет держаться возле горячего места, он любит жар. Так что держите электрод вертикально или немного наклоняйте по направлению движения вдоль шва. Попробуйте круговые движения. Точно так же, как вы варили в нижнем положении. Будут лететь искры. Поэтому защищайте себя одеждой и хорошими перчатками. Закрывайте уши шапкой. Иначе ожоги будут немного вас отвлекать сделать хороший шов. 60-10 и 60-11 не дадут гладкого финишного шва. Но они дадут глубокое проплавление и хорошо сварят при ремонте. 60-13 используются для сварки листов на прямой полярности. Электрод держит перпендикулярно металлу. Туга короткая и движение быстро, насколько возможно, делает шов узким, как нитка. Электроды 60-13 применяют для обычных целей на обратной полярности и на переменном токе. Это хорошие электроды для маленьких сварочных аппаратов. Нужно помнить, что у 60-13 более толстый слой шлака на шве. Шлак даже покрывает сварочную ванну. Это делает ванну более текучей и дает более гладкий шов в итоге. Обычно 60-13 бывает диаметров 3,32, 1,8 и 5,32. 1,8, 3,2 мм наиболее широко используются базовые токи, приведенные в таблице, 130 ампер на переменке и 115 ампер на постоянке. Из-за шлака разница небольшая. Но на меньших токах ванна тянется за электродом. Надо активнее двигать электрод в стороны. Тяжелый шлак заливает тугу. Если ток велик, ванна подвижна, а шлак очень жидкий. Ванна удлиняется. Когда ток нормальный, ванна растекается, охлаждается и легко управляется электродом. В нижнем положении вы можете двигаться либо прямо, либо из стороны в сторону. Держите электрод между 45 и 90 градусами, чтобы формировать шов. Счеркните, чтобы зажечь дугу. А затем удерживайте короткую дугу, держа электрод над поверхностью металла. Наблюдая шлак на вершине шва, можно легко получить сведения о шве. Смотрите по сторонам, чтобы шов был прямой, и двигайте ванну из стороны в сторону. Вертикальные швы, 60-13, варят сверху вниз. Вы будете варить, уходя от тепла. Поэтому попробуйте добавить ток на 5 или 10 ампер. Наклоняйте электрод вверх, чтобы давление дуги помогало удерживать ванну. Держите постоянно длину дуги. Расширяйте ванну небольшими движениями в сторону. Смотрите на внешние края расплавленной ванны. Если вы не можете удержаться впереди ванны, и она падает, двигайтесь быстрее. Или увеличьте ток на 5-10 ампер. Для сварки более толстого металла 60-13 может вариться вверх. Уменьшите ток на 5 или 10 ампер от рекомендованного. Используйте движения из стороны в сторону. Двигайтесь достаточно быстро, чтобы удерживать ванну от падения. Смотрите, чтобы по сторонам не было подрезов. Когда варите, держите электрод вверх кончиком, чтобы поддерживать ванну. Держите электрод перпендикулярно шву, то есть горизонтально, или немного на шов. Удерживайте короткую дугу и постоянную скорость, чтобы шов был гладким. Шлак будет опускаться к низу ванны. Поэтому смотрите на верхнюю часть ванны. Двигайтесь быстро, чтобы избежать слишком толстого шва. Когда учитесь варить горизонтально, старайтесь не наплавлять слишком много металла. Делайте шов небольшим. Если нужен более широкий шов, сделайте второй проход над первым. Сварка в потолочном положении 6013, как и другим электродам, весьма неудобная. Держите электрод точно вверх. Из-за давления дуги электрод нельзя наклонять. Делайте небольшие круговые движения. Тепло дуги идет прямо наверх. Туда, где вы варите. Поэтому держите короткую дугу и постоянную скорость движения, и вы сварите хороший потолочный шов. 6013 – любимый электрод для многих домашних мастерских. Его легко зажечь и удерживать дугу. И можно сделать весьма красивый шов. 7018 применяет для очень высококачественных и отличных швов. Этот электрод – для ответственных и очень важных работ. Для швов, несущих большие нагрузки. Эти электроды дают много шлака, для защиты металла от контакта с воздухом. Этот шлак отличает 7018 от других электродов для быстро остывающих электродов. 6010 и 6011 – сварочная ванна у них весьма хорошо видна. У 6013 шлак покрывает сварочную ванну, но металл остается в ванне. Остывает почти так же, как у предыдущих электродов. Для 7018 ванна полностью покрыта шлаком. Заполняющий металл остывает и опускается вниз. И шлак остается наверху. Помните, то, что вы видите на поверхности – это шлак. И нужно помнить, что металл делает под ним. 7018 довольно просто использовать, даже когда металл остывает внизу. Смотрите сквозь шлак сверху электрода, чтобы понимать, как получается шов. 7018 – более чувствительный к длине дуги и движениям электрода. Проверьте, удобно ли вам, устойчиво ли вы стоите. Чиркните электродом, чтобы дуга загорелась. Если у вас не получается зажечь дугу, это потому, что шлак покрывает кончик. Ударьте электродом, чтобы разбить шлак, и потом чиркните электродом снова. Когда электрод загорелся, формируйте сварочную ванну. Кроме времени на образование ванны, надо дать время, чтобы газ приготовил защитную атмосферу ванны. Если двигаться слишком быстро, защитный газ не будет покрывать шов, и образуются форы. Они становятся видны на шлифе шва. Форы образуются также на ржавом, крашенном и загрязненном металле, аналогично, как и на масляном. 7018 требует чистого металла. После формирования ванны, раздвигайте ее в сторону, удерживая короткую дугу постоянной длины. Обычно можно аккуратно положить электрод обмазкой на металл, с мягкой дугой и шлаком, покрывающим ванну. Так вы удерживаете электрод от залипания, или отрыва электрода от металла. Не давайте электроду остывать и держите дугу в ванной. Основные размеры это 3,32, 1,8 или 5,32. Из-за порошка металла в обмазке, эти электроды несут больше металла в ванну. 7018 требует немного большего тока, и его величина может варьироваться вверх и вниз, в зависимости от толщины металла и положения сварки и вашей квалификации. Чем сильнее шлак покрывает ванну, тем больше вам придется действовать, ориентируясь на поведение ванны, а не на ее вид. Если ток слишком мал для данных условий, ванна не хочет растекаться. То образуются завороты на границе шва. Электрод может прилипать или отдаляться, если ток велик, ванна активна. И жидкий металл может плескаться через края, вызывая разбрызгивание. Когда ток правильный, шлак застывает за электродом. Края ровные, ванна легко расширяется движением в стороны. Опять же, если вы выбрали правильную длину дуги, движение электрода и скорость сварки, то 7018 вы найдете более легкой и качественной, выбирая больший ток. Угол наклона электрода управляет заполнением шва и поведением шлака. Если держать электрод вертикально, шлак будет вокруг сварочной ванны. Если электрод наклонить слишком сильно, обмазка прогорит, и он может прилипнуть. Когда угол между 45 и 90 градусами, то шлак отодвигается туда, где он должен быть вместе с расплавленным металлом. Варить в нижнем положении очень просто. Помните, надо расслабиться, удобно расположиться и держать держатель двумя руками. Держите короткую дугу, не более диаметра электрода с обмазкой, и постоянную скорость перемещения. Смотрите на внешние стороны ванны, убедитесь, что она жидкая и ровная. Смотрите за электродами, чтобы понять, какой образуется шов. В нижнем положении даже с электродом 532 очень просто справиться. Если сварочный аппарат дает достаточный ток, и хватает толщины металла, чтобы рассеять тепло. Для изготовления горизонтальных швов. Если только учитесь использовать электрод 332, ванной меньшего размера чуть легче управлять. Обычно я варю слева направо, потому что так лучше видна ванна. Для 7018 на горизонте я буду варить справа налево. Вы можете варить в любом направлении, которое удобно вам. Направляйте электрод вверх и немного назад на шов. Ванна жидкая, поэтому двигайтесь, чтобы не было наплыва. Расплавленный шлак будет стекать вниз, так что смотрите наверх. Удерживайте ровный шов и без подрезов. Если шов пытается осесть, попробуйте увеличить скорость перемещения. Если замедлится, то больше металла будет расплавлено. Быстрое движение защитит основной металл от перегрева, который вызывает провал металла и оседание. Вертикальный шов 7018 надо вести снизу вверх. Чиркайте сверху вниз в точку, где вы начнете ванну. Можно двигаться напрямую вверх или из стороны в сторону. Можно даже слегка дугообразными движениями. Надо двигаться относительно быстро. Как только ванна течет с этого края, переходите на другую сторону и вверх. Величина тока должна соответствовать скорости сварки. Особенно при сварке потолка. Для удержания постоянной короткой дуги, чтобы электрод не обгорел и не втыкался в ванну. При большем опыте, вы можете работать с большей ванной. Начинайте с электрода 3.32. Не останавливайтесь и не перегревайте основной металл. Это главная причина выпадения ванны. Потолочный шов электродом 7018 получается просто отлично. Тепло идет прямо, куда вам надо. Используйте такой же ток, как и в нижнем положении. Ставьте электрод перпендикулярно или немного на шов. Вы можете двигаться прямо или немного из стороны в сторону, чтобы расплавить больше металла. И вы можете удерживать металл над головой. Будьте внимательны и учитесь. Когда научитесь управлять ванной, металл будет оставаться на месте. Хотя из-за шлака остается расплавленным дольше. Шлак будет капать. Я обычно использую кожаную куртку, когда варю потолочный шов. Вам она тоже может понадобиться. 7018 требует большого количества тренировок, но затраченное время стоит того. Я рассказал основы, как и что делать. И на что смотреть, чтобы сделать хороший сварочный шов. Когда вы варите, будьте собраны, все время, пока горит электрод. И фокусируйтесь на сварочной ванне. Делайте все, чтобы ванна вела себя так, как вам надо. Нет ничего загадочного в туговой сварке. Вам надо заставить просто металл работать. И смотреть на шов, как он формируется. Когда закончили, осмотрите каждый сделанный шов. Если что-то не получилось, сделайте снова. Если совсем не получается, попробуйте что-нибудь другое. Красивый ровный шов придет с практикой. Следите, чтобы края шва были привязаны к основному металлу. Если края не привязаны, вы движетесь слишком быстро или окунаете электрод прямо в ванну. Может быть, слишком мал сварочный ток. Медленное движение перегревает основной металл. Длинная дуга, получается рваный шов. И слишком много разбрызгиваний. Каждый варит по-своему. И поэтому, если у вас есть возможность, старайтесь наблюдать за сварщиками. И вырабатывать собственный стиль. Старайтесь упражняться с разными электродами и разными размерами. И помните, главное сделать качественный шов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok